Доброго времени суток дорогие друзья, мальчики и девочки, сэры и сарихи и так далее и тому подобное. Все кто любит эту игру, те кто посвящает ей время и просто она вам нравится. Поговорим мы о грядущем обновлении, которое презентовали нам разработчики Com2As. Это обновление будет скорее всего в начале декабря, возможно к концу декабря и также полное обновление разделили на две части. То есть первая часть будет в середине декабря, будем лучше так выражаться, вторая часть будет в начале 2016 года, но надеюсь в начале, не в июле, не в конце. И подробнее об этом мне поможет рассказать девушка по имени Наталья. Наташа, привет! Привет! Итак, перейдем в принципе к обновлению. Первое и самое, наверное, возможно не самое интересное, каждый для себя сам приоритеты выставит, но будем разбирать по пунктам. Сразу говорю, информация недостоверная, она не стопроцентная, то есть мы где-то будем размышлять, раздумья свои вам направлять, то есть вы где-то в своих комментариях добавите, как вы считаете, то есть возможно мы где-то там неправильно. То есть сейчас полной информации стопроцентной, ну не знает никто, кроме, наверное, разработчиков. И то, я уверен, еще что-то будет фикситься, там меняться, куча багов появится и тому подобное. Итак, первое. Это мировой босс Голем. Что, Наташа, ты нам расскажешь о нем? Ну, значит, против мирового босса будет выставляться 20 монстров, минимальный уровень монстра должен быть 30-й. Вот, значит, после сражения будет выдаваться рейтинг, который вы заняли, то есть в зависимости от вашего урона, вы будете получать рейтинг и, исходя из этого рейтинга, получать награду. И, соответственно, награды будут 4-х, выходит, нет, 5-ти типов ССС, А, Б, С и Ф. Соответственно, по нарастанию от Ф до ССС. Так, значит, награды ССС будут 8 предметов. Вот, самое ценное там будет этот Девилмон, свиток тьмы света, легендарный свиток. Ну, и, соответственно, с более высоким, скажем так, шансом будет выпадать магический свиток, эссенции и мана. То есть, я так понимаю, скорее всего, будет действительно два варианта, как мы с тобой ранее обсуждали. К примеру, если вам выпадет, ну, сундук, там, ранг, назовем его так, будем называть, наверное, сундуком, в любом случае это будет сундук с рангом. Если, к примеру, Ф, будем его, допустим, то есть, первым уровнем называть, там, С это второй, Б это третий, А это четвертый и 3С, может, возможно, еще какие-то будут ранги. Потому что резко А и 3С, я просто не разбираюсь в этой всей символике, возможно, это китайские какие-то там аббревиатуры. Вот, ну, к примеру, возьмем Ф, то есть, первый уровень. Я так понимаю, либо там, там будет два варианта, либо у вас будет там, ну, мельчайший шанс, там, 0-0-0-1 получить какого-то Девил Мона, либо Лего Свиток, либо вообще там просто не будет этих наград. То есть, скорее всего, там будет мана, эссенция, возможно, камни, а, к примеру, на втором уровне там добавят еще что-то там. Ну, я так понимаю, на ССС, скорее всего, будет шанс выбить абсолютно все, но не вместе, конечно же, а что-то. То есть, либо второй вариант, это просто шанс повышенный. К примеру, с сундука ССС, то есть, пятого уровня, возможно. То есть, опять же, можно гадать, там, допустим, Девил Мон процентов 10 будет шанс его выбить. А с первого сундука там чуть будет, ну, фактически нереально. Ну, мне так кажется. Вот, варианты, конечно, разные могут быть. И тоже мы гадали по поводу 30-го уровня. Сначала мы думали, что это 30-й уровень персонажа именно, то есть, уровень вашего героя. И правильно, так скажем, Наталья перевела. И, то есть, это скорее, ну, 100-процентная информация, я думаю, то есть, это 30-й уровень минимальный вашего героя. То есть, либо 4 звезды по полной прокачан, либо, к примеру, там, 6 звезд и 30-й и выше. Вот, так как ниже, если он у вас будет, там, 29-й уровень, вы его, ну, просто не сможете, я так понимаю, взять с собой в бой. Правильно? Да. Я думаю, это так будет. По поводу еще, да, я вижу, здесь ввели некий откат, но непонятно, что означает он. Спустя 6 часов после уничтожения босс-голем он опять воскрешается. То есть, ну, идет вот такой стандартный откат. То ли непонятно, то ли это 6 часов, если вы там зафейлились, к примеру, либо еще что-то. Либо в сутки можно 4 раза сходить на него. Опять же... Ну, я, скорее всего, думаю, что будет один удачный поход. И если ты зафейлил, не смог, допустим, победить. Хотя, по идее, ты должен по-любому, там, какая-то попытка должна быть. Ну да. Ты же, как бы, там, типа, набиваешь какой-то урон, да. Кстати, по поводу босса. Ну да, да. Если вы берете с собой до 20 монстров, я думаю, что до 20, не думаю, что разработчики сделали так, что нельзя, то есть, начать бой, если у вас нету именно 20 монстров. То есть, 30 уровней выше. Я думаю, что есть же F рейтинг, да, минимальный, и у него наверняка будет какой-то урон. То есть, если ты не достиг даже минимального урона, вот, до категории F, возможно, тебе этот бой тогда не засчитывается, как выигрыш, скажем так, или как победа. А скорее будет засчитываться, как поражение. И, соответственно, тебе награды не будут даваться. Либо смотри, еще какой вариант, вот я сейчас, так скажем, не то, чтобы придумал, а задумался, что, к примеру, на SSS, чтобы рейтинга добиться, у тебя должно быть именно 20 монстров, и ты должен действительно преодолеть, ну, к примеру, шкалу, там, выбить 10 миллионов хп у монстра, да? А вот, допустим, на рейтинге F можно взять и 5 монстров, ну, допустим, тебе там нужно выбить 100 тысяч хп для минимума. Возможно, и такое будет, но, опять же, тут можно гадать, придумывать. Ну, там указано было 20 монстров, я думаю, что будет очень влиять базовая атака монстра, и лучше ставить все-таки монстров, которые наносят наибольший урон. То есть, возможно, даже, я не уверена, будет ли там считаться крит и так далее, а вот именно базовую атаку, мне кажется, скорее всего, будет учитывать. И тоже непонятно, какая лидерка будет работать, так как, я вот, к примеру, не знаю, вот взять ведро вердыхайля, у него лидерка работает только в кайросе. То есть, как будет считаться этот данж? Может быть, стоит попробовать разные варианты поставить вначале, ну, хотя бы там лидерку на атаку, к примеру, или на скорость, вот такие варианты. Не уверена, что там будет считаться лидерка на хп, потому что, в принципе, босс там не... Ну, так как идет автобой, соответственно, и, по-моему, там не отображалось, проходит ли по тебе урон, а просто отображалось, что вот ты все, получил награду. Я так понимаю, будет, скорее всего, одна, там, возможно, два-три стандартных ролика, по которым вы, типа, там будете драться, либо по одной и той же схеме, то есть, все 20 монстров ваших видны, как они дерутся, ну, как вы, в принципе, сражаетесь на авто. То есть, вы не сможете никак повлиять, там, не походить тем-то, скиллом тем-то, там, кого-то подхилить, там, или еще что-то, то есть, просто будет бой на авто. Вы будете видеть такой некий мувик, наверное, не знаю, сколько он будет занимать, там, минуту-две-пять. Вот, и в конце будете получать награду. Итак, перейдем, наверное, к следующему. Я думаю, подробнее о наградах еще они напишут. Да, я думаю, тоже перед этим, я думаю, будет некий анонс все-таки в самой игре. Также, думаю, еще много чего, скорее всего, поменяют. Итак, по поводу второго обновления, это Разлом миров. Там находится рейдовый монстр, он, дракон с тремя головами. Кто-то его называет Химерой, кто-то Горынычем, еще по-разному его там называют. Называют Гидрой иногда еще. Гидрой, да. Вот, кстати. В чем суть этого босса? В том, что, возможно, для многих игроков это будет интереснее, так как вы берете с собой двоих напарников. Опять же, неясно. Эти два напарника будут рандомно, то есть, как на арене. Вот вы нажали кнопку обновить, да, вам там десяток список. Вылазит человек, которых вы можете и победить, либо и проиграть. То есть, на выбор. Либо это действительно будут друзья ваши, там, Саали, которых там можно будет взять с собой. Просто вы же, да, вижу это все нытье в чатах. Типа, возьмите меня туда-туда-туда. Хотя, кто возьмет, там, я не знаю, пятого, там, десятого уровня, еще кого-то. Ну, смысл брать, да, если он там ничего не сможет. И еще суть в чем, что каждый игрок, он берет с собой, вот сейчас часть расскажу. У вас получится, когда вы заходите в бой, две колонки. Первая и вторая. То есть, в первой колонке четыре слота под монстров. И во второй четыре слота. Но вы можете в сумме максимум взять шесть монстров. То есть, вариантов три. То есть, либо вы возьмете в первую колонку два монстра, во вторую четыре, либо по три, либо в первую колонку четыре и два. Что означают эти колонны? Первая колонна отвечает за защиту. То есть, туда вы должны выставить там каких-то своих танков, я не знаю. То есть, тех персонажей, которые будут впитывать урон. Так как головы дракона этого, они в первую очередь пробивают вот этот вот, будем называть его так, живой щит. То есть, в первую очередь, они будут бить по первой колонне. А вторую вы можете там выставить каких-то слабых саппортов, либо наоборот, ДД, у которых там мало ХП. Вот. И это так. Правильно я объясню? Да, да, правильно. Вот. И что еще? Ну, во-первых, три головы будет, да. Соответственно, на каждого игрока будет выходит одна голова. То есть, он будет биться с одной головой. У каждой головы будет полоска хода индивидуальная. Но при этом будет единая полоска ХП и будут единые бафы. Единые бафы. То есть, если вы накладываете своим монстрам понижение атаки, брони, понижение скорости или эффект метка, он будет действовать полностью на всю гидру. На всего дракона, скажем так. То есть, в зависимости от того, какие у вас дебафы есть у ваших монстров, вы можете договориться в общем чате с командой, которая будет с вами, о том, кто каких возьмет монстров, чтобы накладывать разные негативные статусы. Я так понимаю, по-моему, насколько было написано, введут некий отдельный, назовем так, кусок чата, в котором вот эти вот три человека смогут общаться, правильно договариваться. Да, я думаю, скорее всего. Я не знаю, можно ли это будет на самом драконе, но до того, как вы уже вступите в бой, это точно можно будет сделать. Не знаю, как это будет реализовано, но как-то так. Ну, я думаю, там будет какой-то подбор, скорее всего. И вот после этого подбора будет отдельный чат, где можно будет договориться, посмотреть, соответственно, у другого участника его монстров, руны. И уже исходя из того, у кого, скажем, танковитий или более скоростной монстр, можно будет выбрать, поставить и, соответственно, уже начинать бой. Ну, и, соответственно, бой будет проходить в реальном времени, то есть можно будет покрутить, повертеть влево-вправо, посмотреть, какой урон проходит по вашим монстрам или по монстрам ваших сопартийцев. Ну, и, соответственно, ваши лидерские умения монстров ваших, скажем так, будут распределяться на пати, то есть на ваших соратников. Да, я так понимаю, скорее всего, ну, одинаковые лидерские умения вряд ли будут действовать, работать. И, скорее всего, наверное, даже бой нельзя будет начать. Либо, к примеру, вы там взяли два вердыхайля, а будет работать всего лишь одна лидерка. Поэтому, скорее всего, надо будет взять три разных лидерки. К примеру, там, хп, скорость и резист, либо защита, там, не знаю, точность. Там уже смотрел, конечно же, от монстров. Вот, и я, насколько я видел, кстати, ссылка на видео, кто еще не видел превью, была онлайн-трансляция, я оставлю под описанием видео. Так что посмотрите, и, в принципе, вы поймете в большей части то, о чем мы говорим. То есть там есть небольшое видео, оно все равно не даст вам всех ответов, конечно же, как и нам, но я думаю, это будет интересно. Так, что дальше по поводу всего этого? В принципе, по поводу этого обновления мы, я думаю, все рассказали. Здесь единственное, что можно гадать. Вот. И третье обновление, которое, в принципе, должны ввести до конца этого года, зачарование и рейдовые награды. То есть хотят ввести новую, не валюту, а новый камень, точильный камень, гринстон, который будет увеличивать дополнительные характеристики вашей руны, но не основные. К примеру, допустим, я так понимаю, у вас и увеличивать. Он будет, мне так кажется, либо открывать новый слот, к примеру, насколько вы знаете, максимально дополнительных статов в любой руне, к примеру, если она там у вас лего руна, да, то есть изначально оранжевая, то может быть либо 4 стата, либо 5. То есть 5 это, так скажем, улучшенная руна, 5 статов. То есть больше 5 статов дополнительных нельзя получить, то есть отдельных строк. То есть, скорее всего, этот камень будет либо просто улучшать какой-то стат, к примеру, у вас там плюс 30 скорости, да, в допе. То есть он там вам прокачает еще, к примеру, там плюс 5, ну как будто еще даст одну заточку, я так думаю, наверное. Я думаю, там еще будет подробнее показано, ну, допустим, таблица какая-нибудь. И вот я не знаю, как у тебя, но я часто встречала руны, когда изначальные допы бывают очень плохими, то есть там плюс 3%, ну, на минимальных, плюс 2%. Возможно, вот как раз увеличение вот этих характеристик будет увеличивать именно вот эти характеристики базовые. То есть у тебя будет не плюс 2, а там, допустим, плюс 8, плюс 6 и так далее. И в зависимости, рандомно это или не рандомно будет выбираться. Но вот не знаю еще пока, непонятно, какое будет именно у них увеличение, то есть до какого числа. То есть то ли это до улучшения руны надо будет делать, то ли можно будет во время, то есть непонятно пока, как это будет действовать. Да, то есть действительно можно пока гадать. Но лично для меня вот это одно, конечно же, самое интересное, так как, блин, можно, как разоброчеки обещают, что можно получить руну своей мечты. Да, 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 да. И насколько они также указали, что вот повышая вот этим камнем, то есть стат своей руны или улучшая ее, не знаю, какая это будет махинация с этими рунами, то есть вы можете в камень добавить характеристику, которой ранее у вас в ней не была. И вот как Наташа вот раньше сказала, что это действительно может быть такой вариант. К примеру, да, у вас, ну вот, на руне 5 слотов все заняты, и, к примеру, два варианта, я так считаю, что вот второй слот, если она дает скорость, следовательно, в дополнительных статах вы никогда уже не получите скорость. А вот это обновление, скорее всего, может решить, так скажем, эту проблему, и вы либо шестым слотом, либо пятым сможете, возможно, получить еще скорость дополнительно, либо действительно какие-то статы, которые, возможно, вообще не были в игре введены. Я не знаю, как это перевести бы правильно и вообще как это трактовать. Ну, пока да, тоже непонятно. Вот есть, допустим, стат, который не роллится на руне. Тоже вот как вариант. Может быть, они добавят этот стат, чтобы он раз и сролился тебе в какой-нибудь... Ну, под основным, который идет, он не изменяется. То есть, это он как выпал там на хп, на скорость или еще на что-то. Кстати, да. Который дает префикс к руне, что не изменяется название. Да-да. Вот, то есть, возможно, даже вот такой тоже вариант. Да, действительно, возможно, и такое будет. И так, это, в принципе, три обновления, которых обещают ввести нам в этом году, в середине декабря. Надеюсь, это будет, возможно, и раньше. Ну, надеюсь, не после Нового года, так как все-таки, да, все равно... К Новому году, да. К Новому году, как мне сегодня один подписчик написал, говорит, я жду этого обновления больше, чем Нового года. Заберите мое Оливье, дайте мне дракона побить. Хочу оторвать ему две головы, третью оставить на память. Вот, и перейдем к четвертому обновлению. Которое, скорее всего, будет в 2016 году, но не сказано никогда, ни в каком месяце. То есть, здесь разработчики дали себе некую фору, то есть, будет. А когда, угадайте, сыграйте в лотерейку. Это скорее как планы на следующий год. Да, да, да. Вот, как планы. И, в принципе, планы достаточно интересны. Вот, одно из первого обновления, трансморф... Грификация. Ну, вот, правильно, скорее всего, ее перевели. Метаморфоза. Назовем ее так. Метаморфоза. Просто это космическое улучшение монстров. Расскажу по системе, к примеру, Доты 2, которую многие знают. Да, и по системе многих игр, где вот, если по Доте 2 судить, у вас есть какой-то вот ваш любимый герой. Вы его можете одеть там в какую-то шмотку, одеть на него комплект, там, меняющие скиллы, анимацию и тому подобное. Но, на саму суть игры, то есть, там, ваш монстр не становится сильнее, ваши руки не становятся прямее, и ваш статус не меняется с рака на, там, проигрок и тому подобное. То есть, вы также остаетесь дном, да, полнейшим, бросаете Доту и играете в Суму Нарвар. Такое житя. Вот. Поэтому это просто косметическое улучшение, как я прикалывался в прошлом видео. Да, если взять куклу Барби, то есть, есть, так скажем, тушка, которую вы можете нарядить в разные шмотки, там, волосы ей покрасить, поменять, еще и тому подобное. Но сама кукла ни пол не изменит, ни свистеть не начнет, и прыгать тоже, и плясать. Поэтому это просто косметический, косметическое обнова, которое, ну, естественно, будет продаваться за Реал. Также в видео вы увидите там в конце 5 монстров, которые, назовем так, переодеты. Особенно меня порадовала Шеннон, которая стоит с барабаном, весело ее нарядили. И вот ты говорила, Наташа, по поводу переодевания монстров. Да, значит, ну, во-первых, изначально монстры, которые были созданы ранее, да, в игре, они все-таки не так красиво или, скажем, не так няшно выглядят. Поэтому, добавляя костюмы новые, они, соответственно, делают игру более интересной, скажем так, для новых игроков, чтобы привлечь, может быть, более молодую аудиторию, не знаю. Вот. В принципе, все. Возможно, будет во время пробуждения все эти костюмы выбираться. То есть, не знаю, может быть, там не один костюм даже будет. Да, возможно. И пока всего этого не уточняли. Ну, в любом случае, можно будет, я думаю, там разобраться уже, когда будет самообновление. Ну, зато теперь будет сразу понятно, хоть кто хоть копейку вложил в эту игру. Вот сразу. Уже ты не отмажешься. Ой, я выбил в данжи. Я там экономил булочек, и это не считается. Мама мне купила на Шеннон костюмчик, ибо она няшная, красивая вообще, ми-ми-ми. В общем, так, бред. Все, будем наказывать донаторов. Не, ладно, донатьте, и игра от этого развивается. Вы все молодцы. Вот, перейдем к следующему обновлению. То есть, вот, точнее, это даже не обновление, а, возможно, что ли, какой-то подраздел одного из первых обновлений. То есть, это вот разлом миров, улучшение. В разлом миров будет добавлено 5 подземелий каждого из атрибута элемента. Вот, как Наташа говорила, что, возможно, это будет, к примеру, вот как атрибуты, ну, вот, подземелья эссенции, которые вы выбиваете, к примеру, там, допустим, в понедельник тьма и так далее и тому подобное. То есть, они, возможно, ведут вот понедельник, там, вторник, среда, четверг, пятница, и они будут вот так вот по кругу меняться. Либо вот, как я говорил, второй вариант. Вот, возможно, будет 5 степеней сложности у того, там, к примеру, дракона, либо просто этого босса. К примеру, там, первое подземелье, неважно, какое оно будет стихией, там, к примеру, там, тьмы, оно будет легкое, и его, там, будут проходить очень легко, здорово и классно, там. А вот пятая сложность, к примеру, там, водяной или охненный, он будет тяжелее. Но мне почему-то вот кажется, вот как правильно, да, ты говорила, вот что они по дням сделают. Вот. Ну да, то есть, допустим, первый день, там, огонь, вторая вода, третий ветер, и так постепенно по кругу. То есть, 5 дней прошло, следующее. Ну да, к примеру, ты, там, огненного не смог заформить, потому что у тебя просто нет подходящих монстров. Но у тебя будет шанс, к примеру, там, водяного убить. В принципе, да, почему бы и нет, тоже довольны. Я не думаю, что от этого, кстати, будет дробь меняться, мне кажется, вряд ли. Вот. Ну, кстати, вот по поводу наград, да, вот, которые будут, вот эти камни новые, да, точильные, да, и зачарование камни. Они ведь будут падать как раз с рейдовых боссов. Да, так. Вот, и я не знаю, будет ли там зависеть от урона нанесенного, скорее всего, награды будут у всех одинаковые. Хотя, вот, интересно, если у кого-то вклад будет больше, ведь вкладок, хоть и у всех одинаково, да, но монстры все разные, как бы, по характеристикам и так далее. То есть, вот, как вот это будет подбор и сколько ты урона нанес. Да, непонятно будет, как это все в сумме будет подсчитываться, потому что даже на видео видно, что, к примеру, там, первый, там, человек в середине занял первое место, там, справа второе место и там третье место. Но, опять же, непонятно, это по урону или по количеству, к примеру, входящего урона и исходящего. Либо там чаще дебафал, либо еще что-то делал. То есть, непонятно. Конечно, первый вариант это по урону, но, мне кажется, многие будут, так скажем, мухлевать, там, брать каких-то, там, я не знаю, супер-мега-дэмэдж-дилеров. И я почти уверен, что на этого дракошу доты работать не будут. Ну, это, я думаю, правильно. Ну, доты, да, но вот я не знаю, будет ли работать бомба, потому что я видела, что в башне, ну, которая, соответственно, на эту туа, вот, в ней накладывается бомба. Да, да, вот тоже непонятно насчет всего этого, как это все будет. Ну, конечно же, все ждут, вон, как Нового года человек ждет. Итак, ну и последнее обновление, самое такое, ну, меня абсолютно не трогает это обновление. Обновление касается арены. Вот, первое, что хотят вести, это битва арены в реальном времени. То есть вы будете драться не с, назовем так, не с компьютером, а с человеком, который, к примеру, там, я так понимаю, то есть вы кидаете ему бой, там, идет, наверное, секунд 10-15 на подтверждение. Если человек принимает, у вас, наверное, автоматически будет происходить ваша драка. Скорее всего, еще и ведут, там, бои на кристаллы, возможно, на ману. Хотя, насчет кристаллов, мне кажется, вряд ли, потому что смогут, так скажем, сливать себе же. То есть раскачал там какой-то другой аккаунт, либо еще что-то, и перекинуть себе кристаллы таким образом. Мне кажется, вряд ли это будет. По поводу, там, боев на день. Не, я думаю, там будет, скорее всего, отдельный рейтинг на этой арене, потому что, возможно, она будет между разными серверами. Соответственно, и за счет этого, как бы, тебе будут попадаться более сильные противники, и ты будешь, соответственно, уже какой-то между серверами, как бы, иметь статус. Да. Вот, исходя из этих очков. Абсолютный глобал, мировой. Да, то есть со всеми серверами будет связано. Ну, скорее всего, так. Вот, а также еще обнова, опять же, касающаяся арены. То есть хотят ввести систему боев, то есть где будут монстры не выше трех звезд. Но, тоже задаюсь вопросом, не выше трех звезд. К примеру, три звезды, это означает, что три звезды и максимального уровня, какой там, по-моему, 25-й, да? Вот, либо этот трехзвездочный монстр изначально, но его можно раскачать до шести. Три звезд и сделать его там сороковым. Белкам, Дарионам, да. Ну, там все от рун, я думаю, будет зависеть. Понятное дело, что со слабыми рунами там делать нечего. Ну, так как многие, вот я, к примеру, тоже, когда начинал, там, 15-й уровень, обновляешь арену, там, чуть бы не 9 человек сорокового уровня, и ты думаешь, боже, как их убивать, что же делать, и тому подобное. У них там три или четыре первородки в защите, что же делать, ай-яй-яй. Или, к примеру, такой же 20-й уровень, и ты 20-й, у него там две или три первородки, там, какие-то макаки в дефе, шаманы, монахи, химеры, а ты стоишь с какой-то там пиксей, волком, роком, еще кем-то, и думаешь, господи, как это убивать. То есть, я изначально думал, что игра зависит больше от монстра, чем от рун. То есть, если у тебя монстр пятизвездочный, то трехзвездочный, да, ну, в жизни его не убьет никогда, ни в какую, разве что тот будет голый вообще без рун, а этот там в топовых, там, убер каких-то там рунах. Вот, ну, ошибался, так скажем, особенно многие четверки покруче пятерок. Я как говорил, что часунка лучше, чем ваш арх воды, так и буду. Можете спорить со мной, делать что угодно, но часунка круче. Часунка имба, часунке нужно пятерку, а арха... Не, удалять не надо, пускай будет. Блин, я уверен, что он мне когда-то выпадет, меня так накажет ком-тоас. Да-да-да. Не, ну вот в Эл-Джуэль хороший, огненного я бы хотел, да. Так, ладно, хватит слюнки пускать. Отошли мы немножко от темы. Ну и вот и все, в принципе, по поводу обновления. Все, что там будем узнавать, либо там какие-то новые дополнения, обсуждения и все остальное. Я буду либо добавлять видео к себе, либо снимем, возможно, что-то подобное с уже более подробной информацией. Ну, в принципе, все. Итак, Наташа, передавай приветы. Кстати, скажи свой ник, где ты играешь, чтобы народ узнал тебя. Сервер Глобал. И, соответственно, передаю привет гильдии России. Гильдия Россия. Кто у вас, кстати, голова там? Я. Ага, ничего себе, передаю гильдии России. Ты бы должна была вот так стать и сказать, так, рабы мои, там все типа похлопали. И я. Нет, ничего. Я была там. Итак, ну, в принципе, это все на сегодня, что мы хотели донести до вас. Всем спасибо за просмотр данного видео. Надеюсь, видео было для вас интересным. Ожидайте обновления, какие ждут его все. Всем спасибо, всем удачи. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok